На Центральной площади Кременной развернуты несколько десятков украинских флагов. На каждом из них название города и пожелания от его жителей. По словам инициатора идеи, активистки Майдана, волонтера добровольческого батальона Айдар и писательницы Екатерины Валевской, главная цель акции – объединение людей через эти флаги ради мира и победы. Началась акция еще в сентябре 2014 года с Киевского Майдана, и активисты организовали ее, чтобы почтить память героев Небесной сотни и АТО, собрать как можно больше информации о погибших, чтобы в Киеве создать музей в их честь. И с того времени организаторы ездят по городам Украины, собирая коллекцию национальных флагов с подписями людей. Общественная организация «Всеукраинский координационный совет Майдана», Центральная рада сотен Майдана и Общество патриотов-активистов Майдана ставили целью пронести через всю Украину дух патриотизма и свободы ради мира и единства. Больше года Екатерина путешествует по стране, проводит патриотические мероприятия и уже побывала в 120 городах на Западе, Юге и Востоке Украины, присоединяя украинские флаги ради мира и победы нашей страны. В каждом городе Екатерина Валевская пополняет свою коллекцию флагов, которая символизирует единство Украины. С местными активистами подписывает флаг и связывает его флагом из предыдущего города. Таким образом объединяет Украину по-своему и не дает забыть о небесной сотне и погибших героях АТО. А еще Екатерина Валевская искренне верит, что ее ведет сам Бог. И после этого большого шествия наконец-то закончится война. И когда меня спрашивают, а что мне дала Украина, то я долго шукала такие слова, как же донести людям. Так вот я людям сказала, а вы квіти любите? Да, любим. А квіти народжает земля. А вы мед любите? Так. А их собирают бджела на квитах. А вы хлеб ездите? А все скорби света нам дает земля. А вы народились на эту землю? И вы пойдете в эту землю. В этой земле наши пращуры. Наши все-все-все дяди. Все те люди, кем можно гордиться. Думаю, я хочу распочатись раз за раз вас узнайомить с акцией, чтобы вы мне гучно відповіли. Слава Украине! Слава! Слава! Украина стала 121-м городом. И национальный флаг от кременян тоже вошел в коллекцию Екатерины. Встреча началась с импровизированного митинга. Выступающие председатель Кременской райгосадминистрации Наталья Чихута и председатель районного совета Владимир Прокопенко говорили о том, что помнить и отдавать дань памяти борцам за свободу и независимость Украины – черта, которая свойственна цивилизованным нациям. Руководители района первыми сделали надписи с пожеланиями на флаге Кременщины. И далее к ним присоединились все желающие. А вот учащиеся Кременской гимназии попросили Екатерину Валевскую и ее нынешних спутников по шествию, волонтеров из Макаровского района Киевской области Оксану Герасименко и Барда, учителя истории Владимира Хоменко, оставить свои автографы на флаге, который хранится в музее гимназии. В ходе акции с участием Кременской молодежи волонтеры исполняли патриотические песни, о районной библиотеке они подарили сборники стихов поэтов из разных уголков Украины. По окончании украинского марша Екатерина Валевская планирует выдать книгу с репортажами и фотографиями о том, как Большое шествие путешествовало по Украине. Первые экземпляры будут разосланы семьям героев Небесной сотни и всем городам и селам, которые приняли участие в этой акции.